Привет всем, друзья! Очень многие из вас хотят учиться в университете в Германии. Я думаю, что если у вас есть такой план, то вы также думаете о том, насколько реалистично одновременно учиться в университете и работать, для того, чтобы просто иметь какие-то финансы, для того, чтобы обеспечивать себя. Поэтому сегодня я как раз именно об этом вам расскажу. Я расскажу вам о том, для кого такая возможность есть и кому, я в принципе, думаю, никакого труда особого не составит работать и учиться в университете. Также расскажу вам о тех ситуациях, когда я категорически не советую работать и когда мне кажется, что это достаточно сильно усложнит вашу жизнь. Так что поехали! У меня также на канале есть видео, в котором я рассказываю, почему я считаю, что Германия одна из самых лучших стран для студентов, и там основное место, на самом деле основным пунктом является то, что в Германии вы можете как студент работать. По немецкому закону люди, которые получают визу, то есть люди, которые приезжают не из стран ЕС, когда обучаются в университете, могут работать до 120 полных рабочих дней в неделю. В принципе, в зависимости от того, как вы будете это устраивать, как вы будете вообще договариваться с вашим работодателем, это эквивалентно 18 часам в неделю. Также, если вам интересно, где работаю я, потому что я работаю, кроме того, что я делаю для вас канал, у меня также есть работа, на которой я получаю зарплату. У меня также есть об этом видео, ссылочка в правом верхнем углу, ну а я перехожу уже к теме видео. Когда я готовилась и думала о том, что же я вам расскажу в этом видео, я для себя выбрала абсолютно две четких категории людей, для которых, мне кажется, работать во время обучения в Германии это нереально, и для тех, кому я это абсолютно не советую. Первой категорией, мне кажется, являются люди, которые только первый год живут в Германии, которые только переехали, потому что, я вам объясню, это достаточно просто. В первый ваш год в Германии в языковом плане вам может быть достаточно тяжело, потому что вы еще не знаете до конца, как эта вся система работает. Вы, может быть, еще не до конца знаете язык и не понимаете все фразы. По крайней мере, так было у меня. Может, если вы какой-то языковой гений или гуру, и уже знаете язык на C2, то у вас никаких с этим проблем не будет, но, по крайней мере, у меня в первый год жизни в Германии не было даже идеи о том, чтобы идти работать, потому что я была сильно поглощена тем, чтобы выучить язык, тем, чтобы привыкнуть к новому окружению. Так что, если вы ваш первый год живете в Германии, я предлагаю вам немножко подождать с вашими мыслями о работе и, в принципе, больше приспособиться к новой окружающей среде, привыкнуть и лучше подучить язык, тогда и шансы найти хорошую работу у вас намного выше. Ну и второй категорией, которая для меня является, как бы, достаточно сомнительной с точки зрения того, стоит ли учиться и работать одновременно, является штуденколлег. Во-первых, если вы приезжаете не из стран Евросоюза, а именно такие люди имеют право учиться в штуденколлег, у вас будет виза, которая ограничивает вашу возможность работать, потому что в штуденколлег, в отличие от обучения в университете, вы можете работать только на каникулах. Во время обучения, так как это, например, делают студенты, вы работать не можете. Ну вот тут я вам советую следовать этому правилу, потому что его все-таки придумали не дураки. Во время вашего обучения в штуденколлег очень важно уделять внимание учебе, учебе, потому что у вас будет интенсивное изучение немецкого языка. У вас также у многих будет очень важно то, какие оценки в штуденколлег вы получите. И в зависимости от этих оценок вы получите лучшее или худшее место в университете. Поэтому задумайтесь первый ваш год в Германии, когда вы будете учиться в штуденколлег. Лучше о том, как учиться, чтобы получить хорошие оценочки, о том, как лучше всего подготовиться к университету. А я сейчас хочу рассказать о тех, для кого, мне кажется, работать и учиться в университете не составит особого труда. Мне кажется, что очень реально работать тем, у кого мало обязательных занятий в университете. Есть такие специальности, например, как точные науки, физика, математика, когда вам вообще не обязательно ходить в университет. Вам нужно учиться дома, вам нужно сдавать домашние задания. Но как бы посещение ваше напрямую никто не проверяет. Также есть специальности, на которых мало обязательного посещения. Я вам скажу так, что по моему опыту, если вам нужно ходить в университет, например, только 3 дня в неделю, то для вас работать даже на максимальную для студентов ставку не будет достаточно сложно. Также работать будет не сложно тем, кто уже изначально хорошо знает материал, который будет учить в университете. Например, если вы уже учились в университете в своей родной стране на этой же специальности, то я думаю, что какие-то знания у вас уже есть и, в принципе, все заново, по новой вам учить не нужно будет. И у вас будет больше свободного времени для того, чтобы работать. Также я советую работать тем, для кого не важны оценки. Потому что, так или иначе, конечно же, работы у вас будет меньше времени на учебу. И если вы получаете стипендию, а по многим стипендиям вам нужно иметь оценку, скажем так, не хуже двойки, то есть единицу или двойку, то, конечно же, такую планку держать будет достаточно тяжело. Поэтому тем, кто получает уже стипендию, я думаю, что смысла особого работать нет. И, в принципе, я советую работать только тем, кто не будет сильно переживать, если он когда-то может не сдать какую-то контрольную или получить плохую оценку. Ну что, подводим итоги. В принципе, одновременно работать и учиться в Германии, причем работать не очень много, это достаточно реалистичная затея, которую я советую, в принципе, воплотить в жизнь достаточно многим студентам университетов. Не советую работать тем, кто только переехал в Германию и тем, кто учится в студент-коллег. Всем остальным, у кого, в принципе, достаточно свободное посещение в университете, кто уже достаточно хорошо справляется в университете, или те, например, кому не сильно важно, как он будет справляться в университете, спокойно могут начинать работать. Сначала начните чуть-чуть работать, может быть, 10 часов в неделю. Если вы почувствуете, что вы тянете, можете переходить и на больше часов в неделю. Так что эта идея абсолютно реалистичная. Пишите, конечно же, под видео, что вы думаете по этому поводу. Так что жду ваших мнений, жду ваших лайков и до новых встреч, друзья. Пока-пока!